Всем привет, друзья! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer и коротенькое видео покажу две игры на PlayStation 4, которые я приобрел, наверное, в районе месяца назад. Обе по скидкам, отдельно друг от друга. Дело в том, магазин такой есть в Москве, videoigr.net. И у них в последнее время, после того, как офис переехал с Китай-города на парк культуры, на сайте стали появляться такие темы, как товар дня. И то есть раз в день, каждый день меняется товар, в течение суток он стоит гораздо дешевле. Соответственно, что Tomb Raider Definitive Edition, что Lords of the Fallen, я купил рублей, что ли, за 800, наверное. Вместо того, что они стоят там по полторы тысячи или около того. 790, по-моему, за них я отдал. И вот чисто для коллекции взял. Обе игры у меня есть на компьютере, есть в стиме, в улучшенной версии. И давайте в паре слов расскажу про каждую, почему именно я решил на PlayStation тоже купить. Lords of the Fallen. Ну, я ехал за каким-то другим заказом видеоигры и подумал, возьму его тоже. Просто потому, что он был по скидке, с одной стороны. А с другой стороны, я собираю конкретно и обожаю, вообще люблю серию Dark Souls. Demon's Souls, Bloodborne, всё, что от From Software. И вот разработчики этой игры, они первые, кто решил попробовать повторить. И хотя бы, не знаю, как сказать, Lord of the Fallen получился, короче говоря, хуже, чем Dark Souls в плане геймплея, в плане мира. Всё как бы получилось такое, знаете, как демоверсия, Early Access такой. Но в то же время игра получилась весьма качественной, красивой, интересной. По геймплею, может, не так интересно, но по сравнению с большинством других игр, всё равно она весьма глубокая. И в версии для компьютера там просто феноменальная графика. Ни одна часть Dark Souls в такой графике не видела. Ну, я уверен, на PlayStation 4, конечно, всё похуже будет, но поскольку все Dark Souls я собираю конкретно на PlayStation, Demon's Souls и прочее, я решил туда же Lords of the Fallen. Очень, кстати, жду от них следующую игру, Search называется. Это Lords of the Fallen, только в будущем про роботов и экзоскелетов. Давайте сразу откроем. Написано ограниченное издание, Limits Edition, то есть, может, там что-то интересное будет. Ну, хотя, что может быть ограниченного просто в обычной коробочке. Даже рукава не дали. Стань Харкином, терзаемым мучением совести человеком, чьи злодеяния тяжким грузом лежат у него на совести. Но именно в его тёмном прошлом скрыт ключ к спасению человечества, когда падший бог выпустит наружу свою армию демонов. У него на пути будет стоять только ты. Мир. Чтобы открыть все тёмные тайны, обыщи каждый уголок. Владыки. Брось вызов генералам армии Рогаров. Тактика. Выбирай оружие и заклинания с умом. Мятеж. Сразись с божеством. В твоих руках судьба человечества. Ограниченное издание. А, ну просто туда входит DLC, загадка монахов, демоническое оружие и саундтрек. Один игрок. Не менее 5 гигабайт свободного места. Долшок, солнце и вибрации. Открываем. И внутри у нас сразу лежит диск с игрой. Внутри бумажка с промо-кодом. Да не одна. Так. Давайте смотреть. Да, две бумажки с промо-кодами. Одна, вот, Демоник Вепон Спак. То есть, соответственно, 4 вида демонического оружия. А второй. The Monks Decipher DLC. Какой-то вот персонаж. Не знаю, что это такое. Какой-то костюм или квест. Все в виду активирую. И вот в таком пакетике саундтрек идет. 15 композиций из игры. Музыка я играл, кстати, на ПК. Довольно хорошая. Конечно, не сравнится, как в Dark Souls'ах. Но тоже неплохая. Вот такой диск с саундтреком. Ну, соответственно, как я сказал. Чисто для коллекции. Для пополнения коллекции PlayStation. И просто люблю такой жанр. Взял на PlayStation. Не думаю, что когда-либо соберусь играть в нее вообще. И вторая игра. Это Tomb Raider Definitive Edition. То есть сейчас последняя Rise of the Tomb Raider. И вот Tomb Raider предыдущая часть. Которая вышла на PlayStation 3. И перевыпустили ее. Соответственно, на PlayStation 4. В таком ультраиздании. На компе очень крутая. Графика не сравнится даже с PlayStation 4. Хотя на компе она вышла гораздо раньше. Там и волосы, и все просто замечательно сделано. Ну и просто отличная игра. Решил взять. По какой причине. В октябре, наконец-то, спустя год. Хоть я еще в прошлом, когда в ноябре купил на Xbox One. Коллекционка была на канале распаковка. Коллекционка Rise of the Tomb Raider. Временный эксклюзив Xbox. Выйдет в октябре на PlayStation Rise of the Tomb Raider. С эксклюзивной VR-миссией. В особняке Лары. С улучшенными там, со всеми фишками. Со всеми DLC. В таком мини-коллекционном издании. Она выйдет, короче. Заказал. Обязательно возьму на PlayStation. И решил в комбинацию, как бы, и оригинальную часть взять. Чтобы обе были. Дело в том, что как раз в этом октябре, вроде бы, исполняется Ларри Крофт 20 лет. Выйдет эксклюзивный арт-бук в честь 20-летия. Тоже заказан. И вот я к октябрю планирую успеть собрать все части Tomb Raider, что выходили на PlayStation. Соответственно, это пять частей на PlayStation 1. Четыре части. То есть вот пять на PlayStation 1 было. Один, два, три. И еще две там. Last Revelation еще какая-то. Уж не помню. И на вторую PlayStation еще было четыре части. Там были Angel of Darkness, Anniversary, Underworld и что-то еще тоже. И, соответственно, где-то часть десятая в номерной серии. И RISUS Tomb Raider 11. Ну, так посмотреть гораздо больше было различных частей на самом деле. С первой по пятую, которые были на первой PlayStation, каждой было улучшенное издание, золя с дополнениями, которое только на компьютере существовало. Но вот у меня в целях собрать на PlayStation именно все PlayStation-ские Tomb Raider. И, по сути, вот перезапуск Tomb Raider Definitive Edition будет первой в этой серии. Ларка прикольная, вообще хорошая игра. Мне, на самом деле, Лара Крофт нравится гораздо больше, чем Нейтан Дрейк. Тут вы можете поспорить, писать в комментах. Я с вами вряд ли соглашусь. Самая живая Лара Крофт. Самая удивительная история. Необыкновенная приключенческая игра в самом лучшем издании. Невероятные приключения на таинственном острове. Наполненный адреналином экшен. Смертельные опасности и мрачные тайны. Один игрок. Сетевая игра до 8 человек. Не менее 23 гигабайт свободного места требуется. И DualShock с функцией вибрации. Открываем. А внутри, просто смотрите, такой вот красненький диск с игрой. Даже никакого буклета, бумажки нет. Ну, знаете, вот выглядит так, когда покупаешь БУ-диск. И после покупки открываешь. А там продавец даже мануал не положил. И думаешь, вот неполное издание. А тут полное издание запечатанное. Даже сраную бумажку пожалели положить. И напечатали какие-то меры предосторожности. Просто с обратной стороны бокс-артовые бумажки. Такой бред просто. Сони нищеброды. Ну, понятно, да. Для кого все это сделано. Для школьников, у которых нет денег на компьютеры. Они на дисках тоже экономят. Бумажки не кладут. Ну, это очень печально на самом деле. Не нравится мне такое. Даже на первый PlayStation в каждую игру буклет вкладывали. А на четвертый все, типа. Экономим на всем. Ну, вот и все, собственно. Посмотрели мы два диска. Lords of the Fallen Tomb Raider Definitive Edition. Довольно долго у меня они лежали. Я просто подумал, хочу на полочке все диски распечатать. Чтоб они пленкой своей не отсвечивали. Решил снять это видео показать. Изначально не планировал. Думал, просто положу. А потом подумал, да ладно. На ютубе будет лишний видосик. Может кому-нибудь это интересно. Обе игры хорошие. Обе рекомендую. Пишите в комментариях. Согласны ли вы с тем, что Lords of the Fallen достойное продолжение серии Dark Souls. Ну, конечно, понятно, что чуть хуже. Но все равно, на мой взгляд, достойное. И Lords of the Fallen 2, если выйдет, он будет прямо на уровне, наверное, с кем-нибудь Demon's Souls первым Dark Souls. Я просто уверен, они смогут это сделать. И Tomb Raider Definitive Edition, мало того, что отличная игра, так еще в перевыпуске на PlayStation 4. И согласны ли вы, что Родина, Лары, это все-таки приставки от Sony, это PlayStation. Каждая номерная часть выходила на различных поколениях. Пишите, кстати, какая часть Tomb Raider ваша любимая. С какой вы начали, какая была первая. Интересно будет почитать. Ну, чем больше комментов, тем лучше. Я обычно на комменты отвечаю. Можно пообщаться в комментах. Так что не стесняйтесь про Tomb Raider. Давайте обсудим, кому какая часть больше всех понравилась. Кто с какой начал. И считаете ли вы перезапуск вообще достойным того, что было до этого в основной серии. Понятно, там были и хорошие, и плохие части. Но все-таки выскажите свое мнение. На этом все. С вами был Сергей. Как я сказал, пишите комментарии. Можете поставить лайк. Можете поставить дислайк. Если не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь. И есть еще у нас группа на ВКонтакте, где также много всего интересного. Ну и все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok